Виктор Иванович, ну, наверное, всех будет интересовать вопрос, как в Богучарский район вот это вот все перешло, было обнаружено в Панинском, и теперь вот эта вспышка получилась в Богучарском. Ну, это не из Панинского района, перешло в Богучарский. Это обнаружено было 5-го числа, когда обратился больной, якобы порезал он себе руку болгаркой, и когда врачи посмотрели, а это подозрение на сибирскую язву, нам поступил тот же сигнал. Оперативно Росельхознадзор, Управление ветеринарии, Роспотребнадзор, правоохранительные органы сразу выехали на место и приняли те необходимые меры, которые должны были дать и выяснить нам, насколько действительно это заболевшие животные, какие это животные, было обнаружено в Управлении ветеринарии, была обнаружена, значит, одна голова павшего животного, от которого были отобраны пробки. Мы вчера получили положительный результат, и вчера вышел указ губернатора о наложении карантинных мероприятий на территории Богучарского и части Кантемировского района. Это 2 километра очаг сам, и 5 километров это угрожаемая зона. Вот такие решения были вчера видены. На сегодняшний день Управление ветеринарии отрабатывает полностью, значит, для того, чтобы произвести сжигание этого трупа. Были выяснены также еще, что три головы владельцам, ну, крестьянским фермским хозяйством, Бадалов, были также, вот вопрос выясняют сейчас правоохранительные органы, то ли они забиты были, вот, но мы выяснили то, что этот скот, он не был пробиркован. То есть у этого скота не было берок. Таким образом, это привозной скот, потому что вчера Управление ветеринарии пересчитало и взяло пробы у того скота, который находился на этом пастбище. Значит, первая сегодня партия, это 61 проба крови, дала отрицательный результат у животных, отрицательный результат на сибирскую язву. Вторую партию мы ждем, потому что это определенное время надо для того, чтобы получить результат. Роспотребнадзор провел обследование территории, там пастбище, которое огорожено электрическим пастухом, и именно на этой территории были обнаружены споры сибирской язвы. То есть это, скорее всего, скотомогильники какие-то? Я не могу сказать, то ли это скотомогильник, то ли это рукотворное. Я не знаю, я не могу дать. Это должно пройти определенное время, и мы получим определенное заключение. Но то, что за пределами пастбища взяты пробы, они отрицательны. Это буквально вчера вечером уже Игорь Иванович Механкин доложил. Ну, есть вероятность еще каких-то спуток? Это сложно вот сейчас. Потому что, скорее всего, непривитый скот был, да? Первое, это завезенный скот извне. Вот сейчас он пошел на сделку со следствием, мы узнаем у хозяина, откуда этот скот завез на свою территорию. Это первое. И второе, то, что непривитый, действительно, скот непривитый. Потому что тот скот, который привит, он по результатам анализа крови показывает отрицательный результат. Я обращался ровно полторы недели назад и ко всем жителям Воронежской области, лично пособных хозяйств, кто держит скот, тот, который скрывал, не предоставлял, потому что это право главы крестьянско-фермерского хозяйства, право, значит, и любого главы лично пособного хозяйства предоставить для тех или иных мероприятий ветеринарным сотрудникам. Кстати, бесплатная вакцинация происходит. Но, к сожалению, вот такие факты появляются. И ответственность несет, конечно же, сам владелец этого крестьянско-фермерского хозяйства. Сейчас помимо этих районов будут где-то проверки еще? Сплошная проверка идет сейчас по всем крестьянским фермерским хозяйствам. Что касается крупных сельхозподприятий, там полностью вся вакцинация была проведена, и она проводится в установленное время. У нас до трех месяцев вакцинация не производится. А после трех месяцев идет вакцинация крупно-рогатого скота. А с частниками сложнее контролировать вот это вот? Ну, конечно. Ведь я не знаю, почему владелец личного пособного хозяйства он не предоставляет, обманывает, так скажем, не допускает. Вот тот же случай, который произошел в Панинском районе. Ведь корову-то привила владелица, а телку не привела. Вот в результате этого действия у нас в Панинском районе и мероприятия были по ликвидации очага Сибирской язвы. К сожалению, это так. И я сегодня прекрасно понимаю, что ведь и еще мы не скрываем. Почему? Потому что независимо от того, что факты такие есть, их надо пресекать. Сегодня, буквально, сразу, еще до подтверждения анализов, все мероприятия для ликвидации, для распространения этого очага были предприняты всеми органами власти. И правоохранительными органами, и управлением ветеринарией, и Росельхознадзором, и Роспотребнадзором. Но, что касается нашего здравоохранения, они имеют все возможности, все имеются лекарственные препараты для того, чтобы провести лечение заболевших наших людей. А касательно заболевших людей, сколько их на данный момент есть? На данный момент, на вчерашний вечер, у нас обращение было семерых человек, которые доставлены и получают лечение. Состояние их хорошее, нормальное, то есть у Розы жизни нету. Так что, все нормально, как бы в таком состоянии. Еще недавно прекратили карантин на рынке тысячи мелочей, там уже все ликвидировано. Почему раньше срока? Карантин там был установлен до ноября? Для того, чтобы не было никаких распространений, мы делаем и здесь до 20 декабря. Но есть определенные сроки. Вот если конкретные по этому рынку, так называемому, там Роспотребнадзор отобрал пробы, Управление ветеринарией тоже отобрало пробы. Происходится двухкратная, трехкратная обработка холодильных камер всего помещения. Там больше тысячи, кажется, метров квадратных. Все было обработано. Потом, через определенное время, еще делаются смысл. И когда подтверждается, как бы сразу делается, там через сутки первое идет по ПЦРу, а тогда идет еще второй забор, и Роспотребнадзор через 10 дней дает заключение. Роспотребнадзор через 10 дней дал отрицательное заключение, и только после этого был сделан указ губернатора. То же самое у нас сегодня ровно срок, что касается Панинского района. Но мы не снимаем, потому что у нас пока подтверждения с Роспотребнадзора нет. Как только мы его получим, может это будет на следующей неделе, то есть в определенные сроки мы после этого будем принимать решение о снятии карантина. Так и здесь, в Бугучарском районе и части Кантемировского района. Ну, имеется в виду, не в Бугучарском, а на территориях Бугучарского и Кантемировского района, в 2,5-километровой зонах, у нас мы ввели до 20 декабря. Почему? Чтобы сейчас закрыть возможность передвижения скота, передвижения мяса, передвижения кормов, для того, чтобы не дать возможности расширения очага. И сейчас в очаге, вот именно на этих 10 гектарах, где эритропастухом территория обнесена, там после получения всех анализов крови, которые взяты, мы будем дальше принимать решение о прививках, повторных прививках всего скота. Независимо от этого, мы ее привьем. И второе, дальше будет обрабатываться территория. Сам очаг, это тоже будет регулироваться. А скажите, а другие торговые площадки проверяются, но кроме тысячи мелочей? Все, сплошная проверка идет, всех рынков проверяются. На сегодняшний день нету никакой информации, где бы что-либо было установлено. Так что все объекты торговли работают в своем режиме. Это независимо от этой зоны, по всей области все торговые объекты? Или в рамках этой 5-х километров? Нет, имеется в виду, мы начали после того, как в Панино произошел этот случай, команда дана и полностью все рынки, идет сплошная проверка, там, где реализуется мясо. То есть независимо от Панино, полностью по Воронежской области. И самое главное другое, что управление ветеринарией на сегодняшний день даны команды своим учреждениям, которые находятся на территории наших районов. Это идет подворный обход по личным подсобным хозяйствам. И, кстати, мы выявляем, люди уже сами предъявляют свой сход для того, чтобы его провакцинировать. И повторно, и тот сход, который скрыли, тоже предоставляют, идет повторно. Тут неправильно обрежать, не повторно, а идет первичная вакцинация. Бесплатная она для всех, да? Да, вакцины у нас хватает. Независимо от повторной, первичной. Независимо, повторная, неповторная. Это все идет бесплатно. Но бесплатно для владельца. Может, кто-то не знает, куда обратиться-то надо людям, кто в селе живет, выращивает коров. Где ему получить эту бесплатную вакцинацию? Первое, что он может обратиться к главе поселения, это к власти прийти на месте. Второе, я знаю, что люди знают. У нас есть учреждения в каждом районе, ветеринарные, которые станция по борьбе с болезнями животных. Это первое. И второе, они могут обратиться в единую диспетчерскую службу, которую большинство знает в каждом районе, в администрации. Могут сделать заявочку, и там примут, доведут, дадут указания, обязательно выйдут. А вакцины хватит, если сейчас... Вакцины хватит, полностью хватит. У нас запасы вакцины полностью обеспечены. И она еще раз повторяю, бесплатно. Или иностранная какая-нибудь? Отечественная. Умеем мы делать? А отечественная. Вакцина отечественная. Отечественная. Продолжение следует...